Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы посмотрим на те события, которые уже сейчас влияют на финансовые рынки, которые только будут влиять на котировки на финансовых рынках. Посмотрим мы на ситуацию на валютном, товарном, криптовалютном, а также фондовом рынках. Я дам свои рекомендации, свое видение. Но начать я хочу с одной очень важной информации. Сейчас все мы с вами знаем о блокировках, которые происходят в России. И с сегодняшнего дня, в понедельник, когда мы пишем это видео в России, блокируют инстаграм, который пока худо-бедно как-то работает, но тем не менее. Очень удивительно, что пока нету каких-то прям громких заявлений по поводу блокировки ютуба, но я думаю, что он может быть следующим на очереди. И друзья мои, это очень важно сейчас, в текущей ситуации, это оставаться нам с вами на связи. Я обязательно под этим видео оставлю ссылки на свой телеграм-канал, оставлю ссылку на свой ВК. Да, это те ресурсы, на которых я буду на связи, пока о блокировке которых не идет речи. Поэтому сейчас очень важно, если вы смотрите меня на ютубе, следили за мной в инстаграме, обязательно подпишитесь на телегу, обязательно подпишитесь на ВК, просто чтобы быть на связи. Будет крайне обидно, если мы потеряем с вами контакт. С многими из вас я знаю, с многими из вас я там переписывался, многих из вас я просто даже по именам уже вижу в комментариях, когда вы что-то пишете, узнаю. И будет очень крайне обидно, если мы с вами действительно потеряем связь. В общем, ссылки все в описании к этому видео, переходите туда и давайте будем оставаться на связи. Также хочу сказать, что в ближайшее время, буквально этой неделе, я запущу антикризисный план, где буду рассказывать поэтапно, пошагово, что нужно делать в текущей вот этой крайне непростой экономической ситуации, для того, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, для того, чтобы не потерять то накопленное, что есть. И какие шаги нужно сделать для того, чтобы даже где-то может быть выиграть от текущей ситуации. Это я буду делать, опять же, на тех площадках, которые будут работать, то есть буду рассказывать об этом в Телеграме, буду рассказывать об этом ВКонтакте, пока работает Инстаграм, буду и там что-то рассказывать, ну и, разумеется, будут видеоролики на Ютубе, пока его, опять же, не заблочили. Ну и помимо этого у нас еще сегодня, в понедельник, стартовал очередной поток мастер-группы, поэтому если вы среди тех людей, которые всегда тянут до последнего момента, друзья мои, этот последний момент настал, ссылку на мастер-группы я тоже оставлю в описании к этому видео. Неделя теории, неделя практики, потом месяц самостоятельной практики и разбор результатов. Доводим до результатов торговли на финансовых рынках с гарантией. Поэтому, кто хочет научиться торговать, спекулировать на любых рынках, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и жду вас на курсе. Стартуем уже сегодня. Ну а теперь давайте посмотрим, какие ключевые события нас ожидают в ближайшее время на финансовых рынках. Собственно, обращаю ваше внимание, что в ночь субботы на воскресенье Соединенные Штаты Америки перешли на летнее время. Теперь американские биржи открываются на час раньше. Это важно учесть при принятии торговых решений. В понедельник у нас не заявлено никаких особо важных событий, а вот со вторника у нас начинаются. Протокол заседания по денежно-кредитной политике в Австралии. Объем промышленного производства в Китае будет опубликован. Зменя числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Индекс экономических настроений ЗЮ в Германии. Индекс цен производителей в США. Выступление председателя ЕЦБ Лагард. И все это только во вторник. Но это, друзья мои, только начало. Потому что в среду нас ожидают данные по инфляции в Канаде. Данные по розничным продажам в Соединенных Штатах Америки. Ну и самое главное, конечно же, это решение по процентной ставке Федеральной резервной системы. Разумеется, там будет и пресс-конференция. Так что в среду ждем решения Федрезерва и комментариев после заседания ФРС. В четверг заявлено выступление госпожи Лагард. Ну и будет решение по процентной ставке в Великобритании. В пятницу доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии. Решение по процентной ставке Российского Центробанка. Я думаю, очередное повышение ставки, судя по всему, нас ждет. Базовый индекс продаж в Канаде. А также данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах Америки. Главная, наверное, новость для финансовых рынков в России, это, конечно же, то, что Центробанку немножечко надоело приостанавливать торги, точнее, продолжать, да, вот эту приостановку торгов ежедневно. И Центробанк решил сделать, как говорится, ход конем и заморозить торги на Московской бирже на всю текущую неделю, с 14 по 18 марта. Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта, следует из заявления регулятора на Московской бирже, в секции фондового рынка, за исключением режима выкуп адресной заявки с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Отмечается, что торги на срочном рынке по инструментам фондового рынка пройдут в режиме закрытия позиций адресной заявки, а по инструментам денежного и товарного рынка и зеркальных контрактов на фьючерсах на площадках торги будут в обычном режиме с 10 утра до 18.45. Так что валютный рынок работает, срочный рынок там как-то худо-бедно работает, ну а торги акциями еще неделю как минимум мы с вами не увидим. Но появляются так периодически лучики света в новостных лентах, что вроде бы как со следующей недели постепенное открытие биржи может произойти. Но надо понимать, что это все пока только на уровне ожиданий и понятное дело, что ситуация меняется постоянно, каждый день практически, и все за эту неделю может еще не раз поменяться. Кабмин России определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами. Я думаю, что сейчас немалое количество россиян столкнется с проблемами выплаты кредитов. И вот премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. По потребительским кредитам для физлиц лимит максимальный это 300 тысяч рублей, для ИП это 350 тысяч рублей. По кредитным картам можно попросить кредитные каникулы при лимите в 100 тысяч, а по автокредитам в 700 тысяч рублей. По ипотечным кредитам в Москве 6 миллионов рублей лимит, в Санкт-Петербурге и Московской области 4 миллиона рублей, а в остальных регионах России 3 миллиона рублей. Друзья мои, если вы попали в какую-то непростую финансовую ситуацию, и действительно для вас требуются кредитные каникулы, то пользуйтесь этой возможностью, обращайтесь в свои банки, узнавайте условия, как это все будет происходить. Я пока подробности не знаю, если вы знаете подробности, пишите в комментариях. Это действительно неплохая возможность поддержать свой бюджет семейный. PayPal призывает россиян вывести деньги со своих счетов до 18 марта. Американская электронная платежная система PayPal сообщила, что в связи с приостановлением услуг по отправке получения платежей на территорию Российской Федерации, она призывает всех граждан вывести остатки средств со своих счетов. Так что если, друзья мои, у вас еще и на PayPal есть какие-то деньги, вдруг малые вы пользовались PayPal, обязательно воспользуйтесь этой историей. Ну а Антон Силуанов говорит, что около 300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций. Мы, собственно, об этом уже не раз говорили, но тем не менее. В комментарии Силуанова это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов и около 300 миллиардов резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать. Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте, при этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить торговлю с ним. Долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте. Вот такая вот, друзья мои, замечательная история. Ну, собственно, про ЦБ, про резервы ЦБ у меня было отдельное видео, если вы его не смотрели, обязательно посмотрите, где-то он здесь сейчас появится, либо будет в описании к этому видео. Ну, а мы с вами переходим к графикам. Переходим к графикам и начинаем с валютной пары евро-доллар. Евро на недельном графике находится, на мой взгляд, сейчас в расширяющемся боковом диапазоне, то есть какого-то конкретного тренда здесь нет, если не учитывать этот глобальный нисходящий тренд. По дневному таймфрейму здесь у нас нисходящая тенденция. Единственное, что немножко смущает, что все-таки в пятницу мы закрылись довольно сильно выше мартовского минимума, хотя попытка прорваться вниз здесь все-таки была. Возможно, здесь будет образование какого-то такого сужающегося диапазона. И на графике четырехчасовом здесь мы наблюдаем нисходящий тренд. По скользящим средям на недельном таймфрейме и 190 и 21 находятся в нисходящем тренде, на дневном таймфрейме обе скользящие средни также снижаются, и по графике четырехчасовом обе скользящие средни снижаются. То есть локально здесь надо использовать возможности для продаж. Те, кто воспользовались рекомендациями и продавали в районе отметки 1.11, там 100 большие молодцы, да, вот этот диапазон довольно неплохой был отбой. Эта идея сейчас уже является целиком полностью отыгранной. Что касается индикатора RSI, обратите внимание, на недельном таймфрейме здесь продолжает формироваться вот такая, пускай немножко кривенькая, косенькая, но тем не менее конвергенция, которая рано или поздно приведет к коррекции единой европейской валюты. Это нужно обязательно учитывать при принятии торговых решений. По графику дневному здесь у нас оба индикатора, по сути, находятся в зоне такой пограничной, между зоной нейтральной и зоной перепродности. И на четырехчасовом таймфрейме, ну здесь можно сказать, что оба индикатора находятся в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. На самом деле на текущий момент я бы не стал принимать каких-то особенных решений по евробаксу. Здесь сейчас довольно важно, куда евро выйдет из вот этого вот диапазона, который у нас нарисовался в конце прошедшей недели. Если мы из этого диапазона выйдем вверх, то у евро появится шанс на дальнейший рост. Если, соответственно, евро из этого диапазона выйдет вниз, то в этом случае, соответственно, нас ожидает дальнейшее снижение котировок. Пока, как мне кажется, оба эти варианта, они являются равновероятными. То есть, с одной стороны, мы можем продолжить тот глобальный нисходящий тренд. Собственно, цели, которые по евро есть, они вроде бы как, ну, часть их уже реализована, да, то есть мы уже видели евро на отметке 1.08, но в то же самое время ничего не мешает нам упасть до тех минимумов, которые были в 2020 году. Это на секундочку уже отметка 1.06. То есть, вроде бы как простор для снижения есть, с другой стороны, за последний год с небольшим евро и так упал достаточно сильно и уже сейчас находится на тех уровнях, на которых она вполне может развернуться. Ну и конвергенция, конечно, на недельном графике это подтверждает. Но опять же, нужно понимать, что это конвергенция на недельном графике, которая может сформироваться достаточно долго. В общем, следим за этим диапазоном и дальше принимаем решение. По британскому фунту на недельном таймфрейме мы находимся в нисходящем тренде. На дневном таймфрейме такая же ситуация, нисходящий тренд. Графика H4 аналогичная ситуация, нисходящий тренд. Цель по снижению вот этого треугольника, она практически добита. Обратите внимание, я говорил, что мы должны упасть на отметку 1.29, но по факту у нас минимум была отметка 1.30. Собственно, тоже не добили там тысячу пунктов. Это на самом деле не так много, все-таки уперлись в довольно важное круглое число. И, соответственно, этого, этой отработки уже, в общем-то, достаточно, чтобы сказать, что треугольник себя реализовал. Хотя, по-хорошему, он, конечно, должен все-таки добить. Я думаю, что еще имеет шансы добить вот эту нашу с вами цель. По скользящим средям на недельном графике обе скользящие средни снижаются. На дневном таймфрейме обе скользящие средни снижаются. Ну и, разумеется, на четырехчасовом таймфрейме тоже обе скользящие средни снижаются. По индикатору RSI оба индикатора находятся в зоне, на недельном графике, в зоне перепроданности. На дневном таймфрейме оба индикатора в зоне перепроданности, а на графике H4. И вовсе мы сейчас с вами наблюдаем конвергенцию, которая, собственно, способна вполне развернуть тренд по британскому фунту. Обратите внимание, что если поближе на эту картинку посмотреть, то последние 4 часа перед записью этого видео, здесь у нас было такое поглощение, довольно-таки уверенное поглощение предыдущей черной свечи. Это является сигналом на открытие сделки на покупку. В общем, можем отработать этот конвер. Отработка конвера должна, по идее, бы случиться куда-нибудь в район вот этих вот значений. Это отметка 1.31700, ну а дальше надо, соответственно, посмотреть, как дальше будут развиваться события. Остановимся мы на этом, да, либо пробьем мы этот уровень, если пробьем, то дальше наверх, если не пробьем, ну, соответственно, значит, все-таки пойдем добивать отметку 1.29. Валютная пара доллара и иена на прошлой неделе взлетела вверх со страшной силой и продолжает вновь укрепляться. На недельном таймфрейме восходящий тренд, на дневном таймфрейме восходящий тренд, ну и на графике 4-х часов тут, в общем-то, ракета летит вверх. По недельному таймфрейму, обратите внимание, продолжает формироваться дивергенция, причем становится она более крутой. Еще обратите внимание, до каких уровней сейчас у нас уже дошла валютная пара практически, да, это у нас максимумы 2016 года, то есть это, ну, так, весьма, весьма все уже серьезно. Если быть точным, то прям самый-самый максимум, который у нас здесь с вами был, это отметка 118.65, давайте ее обозначим обязательно, чтобы она была у нас на графике 118.65, ну и если смотреть по ценам закрытия, да, то это у нас, соответственно, ну, примерно 118 ровно. То есть вот это уровни, на которых мы вполне можем остановиться вот в этом росте, за ними нужно внимательно обязательно следить. По графику дневному здесь скользящие средние также растут, по графику 4-х часовому скользящие средние растут, по RSI на недельном таймфрейме здесь у нас дивергенция уже сказал, по дневному таймфрейму оба индикатора в зоне перекупленности довольно-таки серьезные, причем уже перекупленности на 4-х часовом таймфрейме. Здесь и вовсе, обратите внимание, сейчас RSI стоит на таких уровнях, уровнях 13-й я сейчас говорю, на каких он, ну, последний раз был, давайте взглянем, когда. Последний раз, выручаем автопрокрутку, идем назад. Последний раз мы на этих уровнях были на секундочку в марте 2021 года. Какого-то глобального разворота здесь не случилось, доллар-иена продолжила расти, но, тем не менее, откат был достаточно неплохой, да, порядка там тысячи пунктов мы откатили. Поэтому и здесь я бы ни в коем случае не покупал бы доллар-иену прямо с текущих, как есть, я бы ждал коррекции, ждал бы отката, дальше, когда этот откат начнется, уже рисовал бы здесь линии Фибоначчи, ну и, соответственно, покупал бы доллар-иену где-нибудь, ну, вот если по текущему смотреть, да, что это уже сейчас начнется откат, то где-нибудь 116-800, может быть, там 116-400, можно пробовать открывать сделки на покупку. Выше 118, выше 118-600 подняться, пока котировкам будет достаточно сложно, нужно обязательно внимательно следить за вот этими уровнями. Валютная пара доллар-франк на недельном таймфрейме торгуется в боковике, по дневному графику у нас здесь так формально восходящий тренд, по графику 4-х часов такая же ситуация, восходящий тренд. По скользящим среднем на неделе 190-е падает 21-е растет, по дневному таймфрейму обе растут, на H4 обе растут, по RSI на недельном таймфрейме 13-е в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, по дневному таймфрейму оба индикатора в зоне перекупленности, графика H4 в зоне перекупленности, тройка в зоне нейтральной. Обратите внимание, что доллар-франк дошел до уровня 93.600, я уже об этом уровне ранее говорил, что это очень хороший уровень для открытия и сделать на продажу, и это верхняя точка диапазона, верхняя граница диапазона, собственно, сейчас мы от нее корректируемся, и пока следует удерживать сделки на продажу, здесь, в общем-то, никакие прогнозы не меняются. Австралийский доллар на недельном таймфрейме у нас формирует вот такой вот расходящийся боковой диапазон, по дневному таймфрейму мы начали снижаться, обратите внимание, после обновления минимума с прошлой недели, по графику четырехчасовому, я так понимаю, здесь тоже будет, ну, кстати, нет, формально здесь, обратите внимание, здесь расширяющийся боковой диапазон, то есть такая достаточно неприятная картинка. По скользящим средним на неделе 190-е падает, 21-е пока подрастает, по дневному таймфрейму уже здесь обе начинают падать, по графику четырехчасовому 21-е падает, а вот сейчас цена торгуется около 190-е скользящей средней, которая может выступить как неплохая поддержка для котировок. Котировок по RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в нейтральной зоне, по дневному таймфрейму 13-й нейтральной зоне тройка начинается ходить в зону перепробности, на четырехчасовом таймфрейме оба индикатора в зоне перепробности, конвергенции, ничего здесь нет, поэтому, быть может, мы продолжим снижение. Собственно, что касается рекомендаций по австралийцу, ну, вот этот диапазон, да, который я рисовал, от него уже отбой, собственно, случался, обратите внимание, да, отбивались мы достаточно неплохо. Сейчас очень важно посмотреть, что котировки будут все-таки делать вот с этим вот уровнем, это минимум, который у нас был 8 марта, это у нас, если быть точным, отметка 72,450, давайте 400 скажем, да, если удастся котировкам закрепиться ниже этого уровня, то мы, собственно, полетим вот сюда, а это будут очень хорошие уровни для покупок. Напомню, это 0,71, 0,71700 диапазон, о котором я уже ранее говорил, как диапазон для покупок, но если не удастся нам закрепиться ниже 72,400, то, собственно, мы продолжим рост. Шансы на это действительно есть. По канадскому доллару на недельном таймфрейме мы продолжаем торговаться вот в таком вот сужающемся диапазоне. По графику дневному здесь мы формально находимся в тренде восходящем, по графику четырехчасовому мы, обратите внимание, снижаемся. По скользящим средним на неделе 190 снижается, 21 растет, по дневному таймфрейму обе скользящие средние растут, по графику четырехчасовому 190 растет, 21 снижается. RSI на неделе оба в нейтральной зоне, на дневном графике оба в нейтральной зоне, графика H4 оба в нейтральной зоне. Но, собственно, ключевая здесь история, это выход из вот этого формирующегося диапазона, куда из диапазона выйдем, туда и дальше направимся. Других здесь мыслей пока у меня, честно сказать, особенно нет. Переходим к золоту. Золото, обратите внимание, на прошлой неделе не смогло пробиться выше этого максимума, который у нас был в 2020 году. Тогда верхушка, по крайней мере, по котировкам, которые я вижу, была 2075 долларов за тройскую унцию. На прошедшей неделе 2070 только увидели, то есть случился так называемый недохай. Если вы не первый день смотрите мои видеопрогнозы, наверняка уже встречались с таким понятием, недохай говорит о том, что покупатели в дальнейшем росте золота не уверены. Несмотря на вот этот восходящий тренд, уверенности в дальнейшем росте здесь, к сожалению, нет. И на дневном графике мы, в общем-то, падаем достаточно сейчас активно, хотя формально здесь сохраняется тренд восходящий. По графику четырехчасового при этом мы падаем. По скользящим средям на неделе, на дне пока все растет. На графике четырехчасового здесь только 190 растет, 21 уже планомерно начала снижаться. По RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне перекупленности. По дневному таймфрейму здесь уже индикаторы вернулись в нейтральную зону. Ну и по графику четырехчасовому даже здесь наблюдается возврат в зону перепроданности. Что касается рекомендаций по главному драгоценному металлу. Собственно, ну вот эта идея, она уже какая-то старая. Мы ее разбирали еще в прошлый раз. И здесь сейчас после вот этого недохая есть потенциал для снижения. И самое логичное, что здесь можно сделать, это по вот этой последней волне роста растянуть линии Fibonacci. 38-й Fibonacci мы уже отбивались. Скорее всего, мы потянемся куда-нибудь на 1925, а может быть даже на 1890 долларов за тройскую унцию. И это будет выглядеть весьма-весьма логично. Тем более, что здесь как раз, обратите внимание, у нас и такие, ну достаточно неплохие прослойки уровней есть. Где-то примерно в этих районах, да, то есть возможно будут забросы ниже. Может быть мы вот как раз пощупаем там 1880-1875 долларов за тройскую унцию. В общем, я по золоту жду все-таки продолжения корректировки. По крайней мере, в текущий момент я не вижу больших, ну не вижу сигналов, да, в моменте, которые бы говорили о том, что золото будет расти. Будут остановки на вот этих уровнях, ну а дальше надо будет, собственно, смотреть. Нефть. Нефтяные котировки на недельном таймфрейме находятся в восходящем тренде, на дневном таймфрейме нефтяные котировки, ну формально находятся тоже в восходящем тренде. Это всего лишь пока выглядит все коррекцией, по графику четырехчасового мы здесь снижаемся. Ну, опять же, как снижаемся? Если посмотреть прям вот формально-формально по минимумам и максимумам, которые здесь наблюдаются, я бы даже здесь сказал, что есть что-то очень похожее на вот такой вот сужающийся боковой диапазон. Ну и, наверное, все-таки именно он это и есть. И, соответственно, выход из этого диапазона может определить дальнейшие перспективы по нефти. По скользящим средним на дне и недельном графиках все растет. По графику четырехчасовому 10.90 растет, 21-я начала снижаться. И раз сай на неделе, обратите внимание, оба индикатора пока еще находятся, можно сказать, в зоне перекупленности. Только тройка начинает заходить в зону нейтральную, так не очень неспешно. По дневному таймфрейму 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перепроданности. И по графику четырехчасовому здесь оба индикатора начинают уже заходить в зону перепроданности. Собственно, по нефти, как мне кажется, вот давайте, кстати, посмотрим. Интересно, что шпиль на прошлой неделе вышел все-таки выше. То есть перехай случился, готовность рынка к росту есть. Но, тем не менее, я бы по нефти вот локально на этой неделе смотрел за вот этим вот боковым диапазоном. Куда мы из него выйдем, туда, собственно, дальше и направимся. Выйти можем как вверх, так и вниз. Думать, что был перехай, значит, цены пойдут дальше наверх. Но это не совсем правильно. На самом деле, после таких треугольников, да, может быть смело выход и вниз. Американский фондовый рынок на недельном графике. Американский фондовый рынок индекс S&P находится в нисходящем тренде по дневному таймфрейму. Кстати, интересно, что мы здесь тоже находимся сейчас в боковике. По графику четырехчасовому, в общем-то, я бы тоже не стал какой-то выделять конкретный тренд. По скользящим средним 190 растет, 21 снижается на неделе. Обе снижаются на дневном графике и обе снижаются на графике четырехчасовому. По RSI на недельном таймфрейме 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перепродности. По дневному таймфрейму оба индикатора в зоне нейтральной. Есть здесь конвергенция, давайте ее обозначу, да, то есть, соответственно, у нас цены снижаются, индикатор подрастает. То есть, накапливается такое ощущение силы, да, для дальнейшего роста котировок. По четырехчасовому таймфрейму здесь оба индикатора в нейтральной зоне, конверов, нитиверов, ничего здесь в общем и целом нет. Но вот эта рекомендация уже является по сути отработанной, ее можем убирать, ну и сейчас, наверное, есть смысл по американскому фондовому рынку посмотреть за выходом из этого диапазона. Вообще, кстати, интересно, что у нас много инструментов, сейчас находятся в таком весьма подвешенном состоянии, это нефть, это индекс S&P, это ряд валютных пар, находящихся в довольно подвешенном состоянии. Нас в скором времени ждут довольно интересные времена на финансовых рынках, поэтому будьте крайне внимательны, особенно на этой неделе, возможно, как раз катализатором к движениям будут решения Федрезерва по процентным ставкам, Банка Англии, может быть, даже Центрального банка Российской Федерации. В общем, будем внимательно смотреть. Биткоин, кстати, который первым, по-моему, вошел в треугольник здесь на недельном таймфрейме в боковике, по дневному таймфрейму, я бы тоже не стал выделять конкретный тренд, тут тоже, по сути, боковик, он перед вашими глазами, по графику четырехчасовому здесь, в общем, формально вроде как снижаемся, но я бы не стал говорить, что здесь есть какой-то конкретный тренд. По недельному таймфрейму скользящая средняя, 21 падает, 190 растет, по дневному таймфрейму обе падают, скользящие средние, по четырехчасовому таймфрейму 190 падает, 21 начинает подрастать. По RSI на неделе в нейтральной зоне все, по дневному графику в нейтральной зоне все, по графику четырехчасовому все в нейтральной зоне, то есть можем выйти как вверх, так и вниз, довольно равновероятный сценарий. Ну, собственно, я уже тут рисовал как-то картинку, вот эту замечательную, если выйдем из треугольника вниз, куда мы полетим? А полетим мы на 20 тысяч долларов за биток. Вот, кстати, будет очень интересная разводка рынка, если биткоин начнет падать, он может за собой очень много кого потянуть. И почему-то у меня сейчас есть такая мысль, что именно биткоин может быть тем драйвером, который потащит за собой нефтяной рынок, фондовый рынок и так далее. Из него могут побежать первыми. Ну и доллар-рубль, я не помню, честно говоря, что тут за картинки такие у меня тут нарисованы, они уже явно не совсем актуальны. Собственно, Центробанку удается сдержать котировки американской валюты на московской бирже, там фактически запретительные комиссии введены на покупку валюты, есть требования по продаже валюты экспортерами. Ну и это работает, да, 110 рублей за доллар мы наблюдаем. И на самом деле нужно понимать, что, ну, наверное, где-то сейчас надо искать сопротивление поддержки уже, да, тут, в общем-то, надо, конечно, смотреть-то все на московской бирже, а не на рынке Форекс. Но тем не менее, то есть видно, что на Форексе где-то 120-125 это довольно сильные уровни сопротивления. На московской бирже, насколько я помню, там довольно серьезное сопротивление где-то в районе 110-114, да, то есть, ну, грубо говоря, на 10 рублей подешевле. Вот, и сейчас есть откат. Сейчас есть откат после такого взлета, который мы наблюдали, да, взлет действительно был достаточно серьезный, откат тоже должен быть достаточно серьезным. Уже сейчас мы упали на 50 практически по ФИБе, по крайней мере, достаточно близко находимся, полтинник это, ну, грубо, 110, да, но я не исключаю того варианта, что все-таки будет возврат куда-нибудь на 100. Ниже 100 пока представить себе достаточно сложно. А если вдруг будет ниже 100, да, будет там возврат какой-нибудь на 90, может быть, то это сейчас выглядит довольно неплохой возможностью для покупки долларов на среднестрочную перспективу. Но, опять же, учитывайте вопрос, где вы будете это все покупать, да, с запретительными курсами на московской бирже делать, наверное, этого не стоит. То есть стоит там присмотреться к покупкам через криптовалюту, через там USDT, BUSD и так далее. Ну, либо же покупать, не знаю, на Форексе я бы не стал, конечно, рекомендовать этого делать. Ну, или на московской бирже, но тогда учитывайте, что к курсу, который вы берете, да, там по 100 покупаете, вроде бы как по котировке 100, а по факту покупка будет по 112. 112, ну, как-то не выглядит таким прям хорошим курсом. Я бы, может, там по 90 еще бы с такой комиссии покупал бы, но 90, не знаю, увидим ли мы или нет, это очень-очень большой вопрос. К 80 тем же сам даже вернуться сейчас будет вообще крайне маловероятен такой возврат. Ну, в целом, вот, кстати, на Аш-4 очень хорошо видна борьба Центробанка за тренды на валютном рынке. Посмотрим, удастся ли Центробанку эту тенденцию сохранить, окончательно погасить пожар, который пылает на российских финансовых рынках или нет. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на другие социальные сети, чтобы мы с вами не потеряли связь. В любом случае, так или иначе, я буду публиковать и видеопрогнозы, и рекомендации, и мысли по рынку, и полезную информацию для инвесторов, трейдеров. В общем, давайте не будем теряться. Всем большое спасибо за внимание и всем пока-пока.